Всем доброго дня, дорогие мои работяки и детсадовцы! Давно у нас на канале не было бабл квадса. Никому не секрет, что ростер персонажей в Brawl Stars довольно-таки обширный, даже несмотря на некоторых однообразных персов. Сегодня в этом видео мы по фасту разберемся, кто самый накачанный персонаж, включая представителей прекрасного пола. Ну и, конечно, совершенно неизвестных существ. Роботов сразу и с ключами из списка, ну типа, камон, броу! Не будем долго тянуть Билли за яйца, приступим. Но для начала, дисклеймер. Ну и начнем с самых лайтовых жирничей. И стартует это у нас Джин. Несмотря на мужское пол и довольно неплохой атаки, Джин является тем еще жирным мужиком. С самого же начала глобального обновления в 2019-м я думал, что будет вот такой вот Джин, как у Аладдина. Но Суперцеловцы выпустили от этакого местного пуджа, довольно со схожей ультой. И как я уже сказал ранее, я буду перечислить и неизвестных существ. И это у нас Куик. Чел явно косплеит генерала Гавса, и говенно ему все получается. Несмотря на то, что он по сути желе, а в разных фан-артах нарисован как чуть ли не самый накачанный перс, этот Чел неизвестного пола все равно остается как жирный персонаж. Следующий у нас Эш. Да вы хоть посмотрите на эту ходячую коробку. Теперь ясно, почему он такой злой. Так как не можешь нормально ходить в туалет, нормально не можешь срать, и даже нормально не можешь дрочить. Ладно, что-то я очень далеко зашел. Но, несмотря на его квадратно-жирный вид, Эш довольно-таки хороший персонаж. Если у вас умелые руки и хороший скилл, конечно. Следующий у нас Мистер Пи. А-ля пингвиненок Пороро, твой босс в пятерышке, твой батя и т.д. и т.п. Короче, типа в костюме пингвина. Но, как позже выяснилось, владелец Косима такой стесняшка, что даже скрывает себя. И кто он вообще такой по масти, до сих пор останется загадкой человечества. Следующий у нас Отис. Художник, сами знаете, какой расы. Брейкденцер и аквалангист. Да вы хотя бы посмотрите на его пузо. Именно из-за этого он не сможет нормально плавать. И почему он до сих пор носит шлем аквалангиста? Ну а хули нет. По приколу. Хэнк. Коротышка с пузом, управляющим танком, патриот своей страны и ходячее пушечное мясо. Да, он управляет довольно мощным орудием войны. Но все же мы прекрасно знаем, что современные танкисты это пивное пузо с Т-34 на карточке. Баз. Баз, жарабаз, а-ля местный дядя Спасаев. Ему настолько наплевать на его вес, что он все равно в таком вот виде чувствует себя комфортно. Любимый боец среди новичков и чуть ли не самый лучший персонаж в СООШД. Бедняга все еще в наше время тащит СООШД, что почетно получает медальку настоящего героя Палестины. Ну и последний жирничий у нас по списку это Спайк. Легендарный боец, причем довольно больно бабахает. Ходящий широкий кактус, который загадочно малышит еще с 2017 года. Нехило так ебет и троллит местных дубасов в ШД и в Баунти. Хоть и он по виду жирный, но перс просто имба. Ну что ж, с жирничами мы закончили. Теперь постепенно перейдем к дрыщам. И кандидат среди дрыщей это Пока. Ну тут без комментариев, входящая грудок костей и местный горящий мексиканец Эль Мучача. Ну и следующий у нас Беа, Бонни, Гас, Джесси, Леон, Мэг, Нита, Пенни, Сэнди и Биби. Вы скажете, нихуя себе, как так-то? Сразу 10 персов кинуть в раздел дрыщей? Ну, во-первых, и самое очевидное, это дети. Второе, они самые молодые бойцы на арене. Тем более их возраст максимум 8-14 лет. Ну и наконец третье, Тойота. Следующий у нас Байрон, Белль, Гейл и Дина Майк. Хоть и они бумеры на арене, тем более у этих ребят пожилой возраст. Они все еще в строю и стоят на ногах. А вы хотя бы представьте, кем они были в молодости. Не, ну почти всех же стариков такие круговороты жизни. Ну что поделать-то? Ветераны войны нашего времени. И что характерно, весь этот квартет довольно-таки умелые бойцы и мудрые мастера техник бесконечной ульты. Например, Байрон хороший хиллер, Белль заебатый киллер, Гейл это дворник дяди Сережи, а Дина Майк вообще поехавший на голову психопат и маньяк. Да вы хотя бы посмотрите. Даже когда он пожилой и без помощи дрыж, он носит огромную бочку с тротилом на 250 тысяч тонн. А следующий у нас по списку Эдгар. Дед Инсайт? Плохо. Носить госткие одежды? Тоже плохо. Не заниматься спортом? В БАМ. Хоть и он довольно имбовый перс, но вместо кулаками он носит черстяной магический аргумент. И довольно-таки нехилый такой ультой. Амбер, Пайпер, Шелли, Уиллоу, Ева, Калет, Мэнди, Тара, Чарли, Эмз и Лола. Сразу 10 представителей прекрасного пола. И все они довольно-таки нехило могут дать тебе леща. Хоть и это и объясняется, что они носители прекрасного пола, но это не отменяет того факта, что они не беспомощные, а могут позаботиться за свое тело. Вот, например, у Шелли все равно еще со старой эпохи Браул Старса самая сильная ульта из всех. Хоть и он высокий, мощный мужик со стильными лысами, он все-таки отказался от спортзала, что, конечно же, дизреспект. А вместо качалки он выбрал тренировку с техникой порталов и пиф-пафов, что, конечно, не очень Честер. Клоун, местные тролло и шестерка Мэнди. Странно, что такой мощный, умный и изобретательный пацан поддался от какой-то девки. Несмотря на изобретательность, его тело все еще останется дрыщавым, так как единственное питание у Кэнди Лэнда это конфеты и шоколадки. Завтрак, обед и ужин. И вот такие у него последствия с телами мышц. И следующий у нас Дак. Как мы уже знаем, фастфуды это зло. И из-за этого Дак вечно жрет эти ваши американские хот-доги. За что, конечно, потерял все свои мышцы. А как мы знаем, фастфуд не дает ничего хорошего. Итак, следующий у нас крепкие среднячки. И стартует у нас среди крепких среднячков Чак. Даже несмотря на то, что он живет с паровозообразной инвалидной коляской, мужик, не теряя надежду и решимость, все еще воюет на фронтах дикого запада. Вы, наверное, раз в жизни видели такой вид чемпионатов, как паралимпийские игры, где точно так же, как и Чак, инвалиды спортсмены ведут матчи, несмотря на недостатки. За что Чаку огромный респект. И следующий у нас по списку Брок. Сексуальный афроамериканец, явно косплюющий солдат из Тимфордерса. Но до него, конечно, далеко. Прикольно танцует, носит стильные очки, как у Джонни Кейджа. И носит тяжелый базук, спокойно делая рокет-джампы. Генерал Гавс. Антропоморфная собака. Не путать с пурей, блять. Командующим всем космическим флотом. Даже если он генерал, ему не особо нужны мышцы. Ведь, как мы знаем, генерал живут роскошные и стильные. Причем они грамотно, сидя на диване, дают команды своим солдатам. Ворон. Ну а вот Ворон, вообще местный бандюган и икона силы птиц. Жесткий байкер. Вырывает свои же перья, как метательное оружие. Причем с ядовитым пометом. А также нехило так прыгать, давая семь ядовитые чапалахи со скоростью света. Макс. Я так и не понял, почему мужское имя используют в качестве женское имени, а? Хоть и она спортсменка, и у нее сильные ноги. Она вместо интенсивной тренировки пьет энергетики. Что, конечно же, дизреспект. А как мы знаем, куфеин по вене, Макс весь в пене. Далее у нас по списку Кольт. Мужик со стильными бакенбардами. Носит шеревскую одежду и с двумя револьверами. Но есть один минус. Он так себя любит, что его высокая самооценка и ЧСВ полностью его уничтожает. За что, конечно же... Карделиус. Токсикоман и местный Шай-Ушай. Обожает грибы и все, что с ними связано. По виду такой средненький мужик, носящий противогаз. Гриф. Да-да, вы не ослышались. Ходящий банкомат Аля Сбербанк, Тиньпон и Альфа-Банк. Местный продавец говна. Довольно жутко видеть, как такой средний дядька носит такой тяжелый банкомат, как защитный шлем. Мортис. Гробовщик, вампир, фантомас, который не может гореть при виде солнца. Несмотря на то, что у него тощие руки. Но посмотрите на его физиономию тела и его стильную лопату. А вы когда-нибудь взяли в руки лопату? Не? А я вам скажу, что это довольно тяжелая бандура для ближнего боя. На что, конечно, Мортис справляется по-мастерски. И следующий у нас Фэнк. А-ля Джеки Чан, Брюс Ли, Лю Кэнг. У парня тошность. Самые сильные ноги из всех в Брау Старсе. Всех любит пиздить ногой, кидаться кроссовками и жестко нагибать дубасов налево и направо. И самый сок в том, что он кинозвезда под крылом Лолы. Ну и, наконец, Мэйси и Джеки. Мэйси тоже местная киноактриса со стильной прической. Жесткая бабень, скажу я вам. А ее ульта вообще спокойно может разносить в порошок. Ну а Джеки вообще шахтерка. Ну или строитель, я хз. Она жестко всех разносит со своим буром. Однозначно самые крепкие по накаженности среди среднячков. Итак, со среднячками закончили. Теперь перейдем к качкам. И кандидат среди ярых качков и боссов качалки на списке выходит Бастер. Камерамэн и отличный актер, который скорешился вместе с Фэнгом. Носит тяжелые камеры для съемок фильмов. Да и еще он такой жесткий, что спокойно может держать целого аллигатора себе в руки. Следующий у нас Сэм. Сбежавший из завода дядя Сережа. Орудующий за собой зарядные капканы, как боксерские перчатки. Хоть и он пожилой человек, его сила и перчатки могут устрашать любого, кто посмеет трогать ее любовь. Чел явно косплеит Сталина из его стилей услов. И следующий у нас Бо. Коренной американец, индеец и шаман. Ему не стыдно показать свои бицепсы и мышцы. Однозначно лучший кандидат для самых накачанных перцев в арене. Носит кепку с орлом, лук и стрелы с бомбой и мины. Папе, чтобы понравилось это. Следующий у нас по списку Гром. Русский шпион и местный палач. Хоть и оружие у него пососное, но посмотрите на его руки, тело и лицо со шрамом. Сразу видно, в какой он в жопе побывал, пока выполняет миссию от правительства его же родины. Мужик точно знает, что делает. Но кидаться рассеме я не рекомендую. Роза. Женщина-ботаник и кикбоксерша. Несмотря на довольно нордовский прикид, эта бабень спокойно может стать машиной для убийства. Сразу видно, не только присматривает за растениями, но и ходит в качалку, дабы быть за ЗОЖ. Ну а в тройку лидеров вошла представительница прекрасного пола. А именно Пэм. Самая главная икона женской силы и доброты. Те, кто думает, что она жирная, идите в попу. Ведь она не стыдилась и сфоткала свои же мышцы на аватарке. Да и вообще, среди всей игры у нее лучшее название титула. На втором месте и оказался местный хулиган и байкер. Бык. Устрашающий и угрожающий вид дают о себе знать. Сразу видно, что мужик увлекался спортзалом еще в юном возрасте. А его стильная прическа, кожанка, дробовик и персик на носу дают о себе знать, что с ним лучше не связываться. Ну и наконец, первое место. Это Эль Прима. Да вы хотя бы посмотрите на этого мексиканского рейстлера-красавца. Он не стыдится показывать свое мужество. Мышцы, бицепсы и пресс. Однозначно самый накачанный перец в Браул Старсе. Эээ, стоп, что это за грохот? Веди себя как мужчина! Конечно, самый главный кандидат. И победитель среди всех качков – это, конечно же, Фрэнк. Даже несмотря на то, что он живой мертвец, его тело все равно осталось на строю. И он всех бьет со своей двухтонной кувалдой, за что он может сильно попахать в твое хп. Гигантский добряк, красавчик и диджей. Что, конечно, огромный респект. Что ж, вот такой вот получился ролик. Знаю, камбэк после шумного ролика про компика не очень. Да и вообще, ролик – мусор. И на этом все. Из 70 бойцов Браул Старсе самые накачанные всего лишь 9 перцев. И спасибо всем за просмотр. Гудбай. Кстати, вдохновился благодаря этому ролику. Ссылка в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...